Продолжаем нашу конференцию. Следующий доклад представит Соболев Николай Петрович, главный врач МНТК микрохирургии глаза. Фемтосекундное лазерное сопровождение в случаях нестандартной хирургии катаракты. Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемый президиум, коллеги. Мы поставили себе задачу, а можно ли такую технологию применять в осложненных случаях. По поводу катаракты, все-таки она... не будем все повторяться. Доклад Бориса Довальевича показал, что нам очень много еще нужно работать для того, чтобы удовлетворить всех пациентов, и наш объем работы будет только возрастать. А что меняется с нашими подходами, применяя фемтосопровождение? Насколько безопасна эта технология? Насколько капсулотомия? Лучше она или хуже? Каков рефракционный результат фемтосопровождения? И что же все-таки лучше для пациентов? И стоит ли сейчас тратить много денег на освоение данной технологии? На самом деле, по поводу капсулотомии, то здесь уже авторы говорили, мы применяли данную технологию у пациентов с узкими зрачками, у пациентов с мелкой камерой, у пациентов с врожденной катарактой, набухающей, ну и другими случаями. И на самом деле здесь мы видим ряд преимуществ. Как раз у этих больных осуществить мануальную технику вскрытия передней капсулы безукоризненно бывает сложно, в отличие от рутинных случаев. Также вот обратите внимание, что даже пациенты с изменениями роговицы, предположим, с роговичным кольцом, они доступны для выполнения данной технологии, и докинг возможен. Передняя капсулотомия, что мы от нее ждем? Мы хотим ее выполнить идеальной, циркулярной, планируемой, прочной. И для этих целей, конечно, фентосопровождение неоспоримо представляет лучшие возможности по сравнению с мануальной техникой. Но при мануальной технике всегда ли мы можем гарантировать капсулу Рексис нужного размера, достаточно прочной и безукоризненной. Если мы не получим хорошую капсулотомию, то дальше наша жизнь осложняется. А нам бы хотелось выполнять основной этап хирургии совершенно безопасно и уверенно. Если посмотреть на исследования зарубежных авторов, то мы видим их единогласное, единодушное подтверждение, что сила края капсулотомии, выполненной фентолазером, на разрыв выше, чем мануальный капсулу Рексис, как и на силу растяжения. Это делает нас оптимистами в вопросах использования фентосопровождения. Действительно непростые бывают случаи набухающих катарактов. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что даже в таких условиях, когда есть задние синехии, набухание ядра хрусталика, мы можем получить абсолютно гарантированно точное вскрытие передней капсулы, причем не раскрывая передней камеры, поэтому у нас нет никаких проблем для дальнейшей хирургии. Псевдосилиативный синдром, очень плотные катаракты. Мы знаем, что в этих случаях капсула, как правило, либо тонкая, трофичная, либо наоборот, очень уплотненная. И в обоих случаях нам фентосопровождение поможет. В данном конкретном варианте мы столкнулись с очень плотной капсулой, расширили зону действия лазера, немного увеличили на одну единицу энергии, и получили идеальный капсулу Рексис, который помог нам выполнить вторую часть операции совершенно хорошо. Узкий зрачок, даже в те случаи, когда мы просто не можем его расширить при помощи фармпрепаратов и не применяли каких-то механических средств, мы можем выполнить капсулу Рексис меньшего диаметра и также безокоризненной формы. Состояние после травмы. В данном случае пациент с рубцом корнеосклеральным, с эридодиализом, со смещением зрачка, и в этих случаях мы применили фентосопровождение и добились хороших результатов. Мы планировали и использовали кольцо малюгина, которое безопасно расширяет зрачок нам до необходимого размера. После того, как мы применили кольцо малюгина, мы добились хорошего размера зрачка, но отсутствие его центрального расположения. И для необходимости выполнения фентосопровождения мы центрировали весь комплекс за счет одного полимерного крючка для радужки. Это возможно. И надо сказать, что вот вид глаза до того, как мы готовили пациента к фентосопровождению и когда мы его подготовили. Фентосопровождение возможно. Докинг абсолютно ничем не затруднен. Крючок не мешает размеру кона. Поэтому мы получили то, к чему стремились. Идеальный капсул Рексис и лучшие условия для выполнения второй части нашей операции. В данном случае мы получили хороший клинический результат. И думаю, что, учитывая объем манипуляции на переднем отрезке, высокую остроту зрения к 10 дню после операции. Наверное, лучшим в нашей практике является ситуация, когда мы имеем явные подвывихи хрусталика, значительные дефекты связочного аппарата. И здесь нам лазер позволяет сделать очень качественную капсулу томии. Вот один из случаев, когда мы применили при наличии подвывиха данную технологию, мы... Вот видите, при докинге есть неточное размещение самого хрусталика. Мы применили фемптосопровождение. После выполнения капсулу томии мы подвесили всю систему на двойные крючки. И это нам позволило выполнить второй этап абсолютно спокойно. Вы видите, насколько хорошо, симметрично в итоге располагается интерокулярная линза и отличный функциональный результат. Увяльная катаракта – это ситуация с синхимией, с пациентом после перенесенного воспаления. Такую технологию не так давно она была запатентована в одном из федеральных учреждений. Нами применена в подтверждении возможности ее использования. И мы можем сказать, что абсолютно эффективна. У такого пациента мы также использовали для расширения кольцо малюгина, причем использовали для имплантации специальный инжектор, как и для удаления кольца малюгина. Он также удаляется через инжектор, через тот же основной доступ. И мы считаем, что эта технология облегчает наш жизнь и позволяет выполнить абсолютно повторяемо и надежно капсулотомия. Пациент, которого мы оперировали, дам нам уже к концу недели 100% на страту зрения и центральное, надежное расположение интераполярной линзы. Мы считаем, что такие же возможности абсолютно дают нам преимущество у пациентов с врожденными патологиями, предположим, с колобомой радужки, тоже с дефектом связочного аппарата. Вы здесь видите по сети сканирование, что действительно одна часть хрусталика не имеет связок, она даже меньше по толщине. И в таком случае мы получили прекрасный функциональный результат и возможность выполнения операции стандартизирована на всех его этапах. Каковы результаты измерения параметров ультразвука на аппарате Infinity после фемсопровождения катаракты при степени плотности ядра 3-4? Мы получили экономию мощности ультразвуковой энергии, кумулятивной энергии, времени ультразвука и времени интерокулярных манипуляций. Мы считаем, что это важное достижение. И разрешите огласить с нашими выводами. Докинг мы считаем возможен с установлением на лимбе капсульных крючков. Докинг возможен при наличии неровности роговицы, в некоторых случаях с применением на поверхности вискоэластика. Возможно установка зрачкового кольца и выполнение стандартного этапа фемпто-лазерного сопровождения. Передняя камера, заполненная вискоэластиком, не опорожняется под вакуумом во время докинга и работы лазера и не мешает прохождению энергии лазера. Выполнение передней капсулотомии при плотной капсуле слабости циновых связок более предсказуемо, чем мануальной технике. Каждый автоматизированный этап позволяет гарантировать точность выполнения хирургического приема. Эффент-лазерное сопровождение помогает снизить риск интерокулярных манипуляций и количество ультразвуковой энергии во время факоэмульсификации. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Николай Петрович, за блестящий доклад. И как мы видим, что если фемпто-лазерная технология облегчает нам жизнь в таких сложных уже ситуациях, то она точно необходима. Продолжение следует...